Приветствую вас. Я бы сказал, что вы находитесь в классическом треугольнике Карпмана на данный момент. Есть мама, она агрессор, она тиран, мама вашего мужа. Вот. Муж. Это жертва. Вот. Такая. Жертва. А вы спаситель. И как спаситель, да, точнее, как у спасителя, у вас есть достаточно ярко выраженные проблемы с самооценкой. Именно ваши сноцами. То есть, вы готовы терпеть поведение мужа, поведение матери. Вы готовы мириться с этим. Тем самым, вероятно, ну, подавляя себе свои собственные чувства. Вот. И, наверное, наверное, это главное, что можно выделить у вас по описанию, по тексту. Это главное, что можно выделить. Потому что вы не готовы бороться за свои права. Вы не готовы бороться за свои желания. Вы не готовы отстаивать свои личные границы. Вот. Ну, может быть, вы это делаете только как-то вот такими скриками, да, такими всплесками негатива по отношению к мужу. То есть, вы говорите, что у вас проскакивает возмущение. Вот. То есть, вы чувствуете это возмущение. Ну, вот. Но его не было бы, не было бы возмущения, да, если бы вы изначально держались бы в своей какой-то вот позиции. Если бы вы изначально выставили бы границы свои. То есть, сказали бы, например, да, что, грубо говоря, мой муж, да, например, там, не будет, допустим, отдавать наше имущество, да, например. Своими родителями, допустим. А вот это наше имущество. Мой муж, например, не будет ремонтировать машину, на которой ездит мама, да. Вот. А вот мама, ну, она, видимо, способна обеспечить себя сама. Вот. Сразу вы себя так не поставили, а теперь то, что у вас есть, это возмущение. То есть, ну, попытки возмущаться. Вот. Ну, это вот то, что вы хотите, это то, что вам нужно. То, что вы можете сейчас. Таким образом, можно говорить не о том, как вам смириться, потому что смирившись, то есть, подавив, вы обречете себя скорее лишь только на негатив, на не побоюсь этого слова, да, на болезни. Вот. И так далее. А наоборот. Наоборот. То есть, нужно, наоборот, раскрыть. Раскрыть. Раскрыть то, что вам очень хочется. Например. Раскрыть то, в чем вы нуждаетесь. Например. То есть, сейчас, на данный момент, нужно вам не подавлять себя, а выработать отношения. Выработать отношения к возмущению своему. То есть, спросить себя, например. Как я считаю, как я считаю, мое возмущение, оно имеет место быть, оно имеет право быть? Или нет? Потому что, если вы сами сомневаетесь, допустим, в том, что, ну вот, что ваше возмущение адекватно, правомерно, если вы сами в этом сомневаетесь, то и других людей вряд ли вы сможете в этом убедить. Ну, то есть, вряд ли вы сможете убедить других людей в том, что вы имеете право на то, чтобы возмущаться. Это первое. Второе. Значит, сила, которая ведет вас к возмущению, должна выражаться постоянно. А не только в определенных ситуациях. То есть, если вы один раз чем-то возмутились, если вы один раз чем-то возмущены были, то возьмите на себя ответственность за это, за то, чтобы проявлять позицию свою в данном контексте, например, в данном аспекте, например. Ну вот. И чтобы это было постоянно, а не так, да, что вас используют, да, вам не манипулируют, а вы говорите, ну это ладно. Вот. Чтобы таких ситуаций не было. Потому что они такие ситуации, ну, мало того, что дискредитируют вас, да, дискредитируют вас. Такие ситуации по факту ставят под сомнение все ваши позиции, все ваши возражения, которые могут быть, ну вот, да, у вас, допустим. То есть, смотрите, какой я предлагаю проследить вам путь. Какой я предлагаю проследить вам путь. Когда-то вы выбрали, вот, своего мужчину, да, когда-то вы выбрали своего мужчину, значит, и вышли за него замуж. Вы знали, прекрасно знали, какая у него мама, вы прекрасно знали, что она у него такая, вы прекрасно знали, какой у вас муж. То есть, кто это за человек. Но, почему-то вы решили все равно быть с ним. На чем основывался ваш выбор? Почему вы приняли такое решение? Рассчитывали ли вы, что, например, мужчина изменится? Рассчитывали ли вы на то, что мужчина поменяется? Вот, то есть, ну, вы надеялись, например, на то, что человек, вот, будет вести себя по-другому, что все изменится. Вот, либо так, либо были какие-то еще причины. И теперь, когда вы недовольны его поведением, да, когда вас вот позиция не устраивает его, что изменилось? Что изменилось сейчас? Совершенная очевидность, что что-то изменилось. Вопрос заключается в том, что именно. Вот. Конкретно. Знаете, вот это противоречие вам необходимо увидеть. Себе. Дальше. Следующий аспект. Музел, эээ, говорить ничего не нужно. То есть, вот, что вы чего-то хотите. А, то есть, я уверен, что все вы уже своему мужу сказали. Я уверен, что все уже вы своему мужу рассказали. Вот. Все, что можно было, да, все, что вы могли рассказать, вы ему рассказали. То есть, ваша позиция ему ясна. Вот. Другое дело, что человек, как бы, не особо ею интересуется. Понимаете? То есть, другое дело, что человека она не особо волнует. Это позиция ваша. Вот. Но это уже другая история. Немного. Менять нужно не слова. Менять нужно свое поведение. Потому что мужчина понимает только язык, только язык поступков, а не язык слов. К сожалению. Вот. Поэтому нужно не говорить, да, а действовать. Нужно. Это такой момент. Далее. Как любой, как любой, зависимый человек, ваш муж это зависимый человек. Зависимый, ну в данном случае он зависит от своей мамы. Вот. Как любой, зависимый человек, разговоры, ну любые разговоры по поводу, там, его проблем, допустим, любые разговоры ни к чему не приведут. То есть тут, тут, тут только последствия, тут только результаты его деятельности, результаты его действий помогут ему что-то поменять, позволят ему что-то поменять. Вот. Никак иначе. Поэтому откажитесь от слов, откажитесь от разговоров, просто нажмите действовать. Вот. Обратите внимание на мотивацию вашу с ним быть. То есть для чего, почему я хочу быть с ним в отношении, именно с этим мужчиной. Ради чего я готов терпеть те негативные моменты, которые вот имеют место быть. И, собственно, определить, насколько чистой является зависимым, ваша мотивация с ним быть, насколько она свободна именно. Ну так, насколько вы свободны. Вот. И свободны ли вы. Это очень важная история. Это очень важный момент. Если, опять же, мы хотим все разобрать с вами. Да? Потому что вот, ну, у меня сложилось такое впечатление, что вы нуждаете в нем больше, чем эта ночь. Больше, чем, ну, ничем он этого заслуживает, да? А больше, чем необходимо для здоровых отношений, скажем так. Вот. Потому что это вот ваше, ну, это ладно, я уже начинал смиряться и так далее. То есть это как бы вы себя обрекаете на какую-то совершенно несчастную жизнь. Вот. И это все следствие либо страха вашего, либо заниженной самооценки, вот, либо чрезмерной мотивации. Так же, я хотел бы обратить ваше внимание еще на тот факт, что вы сравниваете себя, такое впечатление, с его мамой. Ну, на самом деле, не только с его мамой, но вообще вы сравниваете, ну, вообще ведете речь, вы ведете речь с третьими лицами. То есть вот есть отношения, да, есть отношения, ваши с мужем. Вы постоянно привлекаете третьих лиц в эти отношения, в свои отношения. Я понимаю, что, может быть, может быть, вы скажете, что это вот он, это вот мой муж, постоянно привлекает твою маму, там, отчима. Но в действительности, в действительности, да, он может сделать все что угодно, а тут связь только в том, что делаете вы. То есть как вы себя ведете. При чем здесь, например, другие люди? Не причем. Есть только вы. И вот нужно, нужно, чтобы вы перестали привлекать третьих лиц в отношениях. Так? Вот. Чтобы все проблемы вы обсуждали только с мужем. Либо только с мужем вы это делаете, либо только с мужем вы обсуждаете эту, ну, вот, ваши проблемы. И требуете, соответственно, чтобы он так все это делал. Вот. Либо вы просто демонстрируете ему, да, что иное поведение вам неприемлемо. Да. Также, очень важно, чтобы вы выразили позицию по поводу поддержки. То есть, поддержка, ну, вот, что значит поддержка, да, что такое поддержка. Поддержка это имеется в виду, что если муж не поддерживает вас, да, ну, например, в споре с матерью, то это тревожный сигнал для вас. И очень важно понять, почему вы это терпите. Опять же. Ну, можно предположить, что у вас есть страх одиночества. Можно предположить. Вот. Хотя, если честно, тут нужно разбирать, да, то есть тут нужно смотреть. Вот, примерно так. Так. На этом все. Я надеюсь, кто помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи вам. 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 Продолжение следует...